Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганровской телевизионной сети. В эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». И эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий, Евгений Токариан. Первым среди церковных таинств является Крещение. И сегодня о нем рассказывает благочинный приходов Таганровского округа иерей Борис Гущин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в цикле наших бесед о Таинствах поговорим о самом первом из них – Таинстве Святого Крещения. Все начинается именно с него, и именно оно – Крещение, как духовное рождение христианина, и является вхождением человека в общество верующих в Святую Церковь Христову. Святитель, митрополит Филарет Дроздов, предок нашего знаменитого и любимого Николая Дроздова, дает такое определение. Крещение – есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Святым Духом в жизнь духовную и святую. Помните слова 3 главы Евангелия от Иоанна? «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Мы с вами можем смело сказать, что это прямое повеление Христа своим ученикам, апостолам. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но необходимейшим условием, чтобы оно, это крещение, состоялось, является желание этого – покаяния и живая вера. Что касается крещения младенцев, то их крестят по вере родителей, родных и крестных, обещающих научить их вере по мере взросления. Крещение именно младенцев священному писанию никак не противоречит. Ветхозаветное посвящение ребенка Богу, а именно обрезание, тоже совершалось в раннем младенчестве на восьмой день. Новозаветное же крещение заменило собою ветхозаветное обрезание. По словам апостола Павла, «Вы обрезаны обрезанием нерукотворенным». Об этом нам говорит его послание к Колоссянам, а точнее его вторая глава. Совершается это важнейшее церковное таинство с самой-самой глубокой древности и до нашего с вами времени. Что же касается количества раз совершения этого таинства, то оно может быть совершено в жизни лишь однажды, о чем и говорится в важнейшем вероучительном тексте «Символе веры» – верою во единокрещение во оставление грехов. Считается, что родители, родные и крестные в этом таинстве породняются между собою, приобретают некое духовное родство и должны нести друг за друга ответственность и заботу. Единственным условием, когда крещение может быть совершено еще раз, это лишь если человек ничего точно не знает, крещен ли он был до этого или нет, а святелей тому не имеется. Вот тогда во время совершаемого крещения священник читает такие слова. А еще не крещен, то крещается раб Божий такой-то. То есть на самом деле все равно крещение одно единственное. Вот такая сегодня у нас с вами посостоялась беседа о крещении. Она первая в этом нашем цикле. В следующий раз мы с вами обязательно поговорим о миропомазании, которое у нас соединено с крещением. Но это уже будет наша следующая с вами беседа. Всем спасибо за просмотр, внимание, желаю всем вам больше и больше постигать и обретать смысл в своей жизни, двигаться к совершенству и, конечно, помощи Божией на этом непростом пути. До новых встреч, дорогие друзья, братья и сестры. Опытный модельер знает, как сделать женскую фигуру идеальной. Советует Наталья Костенко. Здравствуйте. Дизайнеры знают, как приблизить женскую фигуру к идеалу при помощи одежды и оптических иллюзий. Все много раз слышали, что белая полнит, а черная стройнит. Но так ли это на самом деле? Посмотрите на изображение. Оцените на глаз, какой из квадратов больше, черный или белый. Наверняка вам кажется, что белый квадрат больше. Но если вы вооружитесь линейкой, то увидите, что это обман зрения. Оба квадрата одинаковы. На этой иллюзии основано убеждение о том, что белые цвета полнят, а черные стройнят. Это, конечно же, так. Но вовсе не означает, что девушкам размера плюс нельзя носить светлую одежду. Белые цвета расплываются на светлом фоне, и поэтому вы не видите четких контуров и не представляете, сколько лишних килограммов у вас на бодрышках. А белый цвет в черном обрамлении создает четкие контуры. Важно учитывать не только цвет, но и фактуру ткани. В черной узкой обтягивающей одежде создаются горизонтальные заломы и складки, что не делают вашу фигуру стройнее. Но если вы наденете белую одежду в обрамлении яркого цветного пятна, допустим, белое платье, а сверху пиджак либо плащ контрастного цвета, белый цвет создает легкость и делает вашу фигуру более вытянутой и стройной. Используя оптическую иллюзию и правильно объединив черные и белые цвета, можно скорректировать фигуру при помощи умных платьев. Благодаря цветовому контрасту такие платья правильно формируют пропорции фигуры и создают красивый силуэт за счет светлой центральной части затемненных боковин. Туфли на каблуках сделают вас выше и стройнее, а образ более законченным. Моделирам хорошо знакома еще одна иллюзия – иллюзия контраста. Большое на маленьком всегда выглядит больше, а маленькое на большом меньше. На это можно хорошо сыграть при помощи различных аксессуаров. Например, полной женщине лучше не использовать мелкие детали в одежде, пуговице и броши. И наоборот, крупные угрошения придадут образу гармоничности. Обратите внимание на покрой одежды. Если у вас широкие бедра и узкая талия, не нужно подчеркивать талию тонким ремешком, иначе визуальным бедра будут казаться еще больше. Такие же правила действуют и по поводу выреза горловины. При узкой шее не нужно горловину делать более широкой. Крупный горох увеличивает объем, а мелкий уменьшает. Еще одно утверждение основано на иллюзии контраста. Но все не совсем так. На самом деле все зависит от расположения гороха и контраста между фоном и рисунком. Мелкий горошек сделает аппетитные формы еще крупнее. Но если он будет расположен часто, почти сливаться, то будет выглядеть нейтрально. Крупный горох может сделать фигуру более привлекательной, если он будет не настолько контрастен. Допустим, темный горох на более темном фоне. Если к этому платью вы добавите V-образный вырез горловины, либо V-образное колье, вы вытянете в силуэт и сделаете свою фигуру более стройной. Зрительных иллюзий в одежде существует очень много. О них мы поговорим в следующем выпуске нашей программы. До свидания. Вот и пришло время нашего вкусного совета. И сегодня я предлагаю вам один из рецептов из коллекции шеф-повара Вячеслава Волкова. Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить итальянский десерт тирамису. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Бисквит савоярди, кофе, сыр маскарпоне, сахарная пудра, ванилин, малиновый соус, клубника, физалис, какао, сливки и коньяк. Сам десерт тирамису родом из итальянской провинции Тоскана. И обычно итальянцы предпочитают его на завтрак. Приступим. Берем сливки. Вливаем в нашу емкость и начинаем взбивать. Добавляем сахарную пудру. Буквально 2 чайные ложечки. Теперь добавляем ванилин на кончике ножа и продолжаем взбивать, пока сливки не достигнут консистенции густого крема. Считаем, что сливки взбиты. Теперь во взбитые сливки добавляем сыр маскарпоне. Добавляем не весь сразу, а по чуть-чуть. Чтобы аккуратно перемешать со сливками. Приступаем к оформлению десерта тирамису. Коньяк добавляем в кофе. Достаточно. Бисквиты Савоярди нужно пропитать каждую в этом же кофе. Теперь на наши пропитанные бисквиты выкладываем сырный крем. Теперь нарезаем клубнику. И выкладываем ее поверх крема. И делаем второй слой десерта. Снова выкладываем крем на наши пропитанные бисквиты. Крем очень нежный. Наш слой готов. И сверху посыпаем какао. А теперь немножко декора. И заканчиваем декор малиновым соусом. Итальянский десерта тирамису готов. Бон аппетит. 4 ноября в России отметили День народного единства. Но мы помним о том, что более 70 лет в Советском Союзе главным праздником было 7 ноября. Сегодня историческая страничка программы начинает рассказывать о событиях 1917 года в Петрограде и о том, что в это время происходило в Таганроге. 23 февраля 1917 года со стихийных антивоенных демонстраций, поводом которым послужила опять-таки нехватка продовольствия в Петрограде, в столице Российской империи, начинается Великая Российская революция. Уже 27 февраля к восставшим рабочим присоединяются лидеры революционных партий и образуется Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Единственным органом, который был способен остановить кровопролитие в нашей стране, была Государственная Дума. И уже 2 марта представители Думы добиваются отречения Николая II от престола. По соглашению Петроградского совета и Государственной Думы в нашей стране образуется временное правительство. О событиях в Петрограде и отречения Николая II в Таганроге узнали уже на следующий день, 3 марта 1917 года. Таганрог, как и вся Россия, в первые дни торжествовал по улицам города. Прошли многочисленные митинги и манифестации в поддержку совершения самодержавия. Один из очевидцев событий тех дней, сын одного из крупнейших промышленников города Альберта Нева Андрей Нев оставил такие воспоминания. Заводские цеха в Таганроге опустили, из нашего дома мы слышали крики «Ура!», которые приветствовали каждую резолюцию. По примеру Петрограда в Таганроге уже 5 марта образуются органы временного правительства, общегородской распорядительный комитет, главой которой становится известный в Таганроге общественный деятель, крупный домовладелец, бывший голова города Таганрога, врач по образованию Антон Захарович Кандрин. Параллельно начинает формироваться и городской совет рабочих депутатов, который уже 9 марта слился с советом солдатских депутатов и в нашем городе образовался единый совет рабочих и солдатских депутатов. Взятый временным правительством курс на демократизацию страны привел к необходимости перестройки всей системы власти в Российской империи. Избранные до революции цензовые городские думы не отвечали новым требованиям. И поэтому уже 15 апреля выходят временные правила о переизбрании всех городских дум. Начинается предвыборная кампания, в ходе которой участвовали все ведущие политические партии Таганрога. Подготовка к выборам в Таганроге шла в тяжелых условиях. Связано это с тем, что менялся состав городской управы без конца, менялся состав общегородского совета. Связано это с тем, что в Таганроге было сложное продовольственное положение. По улицам города прошли манифестации жен рабочих, которые ходили по улицам города и требовали продуктов. Сложной в Таганроге была и криминальная обстановка. По проекту временного правительства вместо учрежденной полиции появились органы милиции. Но на одном из заседаний городской управы ее глава прапорщик Никольский заявил, что набор в Таганрогскую милицию шел плохо, потому что заработок милиционера был намного меньше, чем заработок рабочего на заводе. И, собственно говоря, служить милиции не было желающих. Несмотря на тяжелое положение в городе, выборы в демократическую думу городскую все-таки прошли в июле 2017 года. Победила на них в Таганроге партия эсеров. А уже 1 августа прошло первое заседание, на которое был избран новый глава города Таганрога СССР Павел Ипатьевич Никольский. Кстати, на этом же заседании думцами была написана телеграмма приветствия временного правительства от городской думы Таганрога к Петрограду. Интересным является и то, что 27 августа в здании городского театра состоялось общегородское собрание членов Таганрогской городской думы, общегородского распорядительного комитета, всех политических партий, Совета рабочих и солдатских депутатов по поводу празднования полугодовщины Великой Русской революции. К разной нитью во всех речах проходила мысль о необходимости ввиду надвинувшихся на родину бедствий единения всех живых сил страны вокруг временного правительства и органов революционной демократии на местах. Раздавались энергичные призывы к прекращению партийной розни, к взаимным уступкам отдельных классов, к взаимному доверию и сплочению. Тем не менее, августовские события в Петрограде, продолжение участия России в Первой мировой войне, общая разруха стране приводит к тому, что идеи партий большевиков начинают быть более массовыми среди населения России, более популярными. Это приводит к тому, что уже 25 октября 1917 года радиостанция «Яхты Калхиды», которая располагалась в Ростове-на-Дону, получает радиограмму с крейсера «Аврора» с воззванием Владимира Ильича Ленина ко всем гражданам России, в котором говорилось о свержении временного правительства и захвате власти большевиками, а также о первых декретах новой советской власти, декрете о мире и декрете о земле. 26 октября 1917 года в Таганроге состоялась общегородское совещание представителей городской думы, представителей Совета рабочих и солдатских депутатов, а также всех политических партий нашего города. На этом совещании была зачитана телеграмма донского атамана Алексея Максимовича Каледина, в которой он сообщал о том, что не поддерживает большевистский захват власти в Петрограде, выражает поддержку временному правительству, а также берет всю полноту власти в Донском регионе в свои руки. По итогам заседания все участники общегородского совещания подписали резолюцию, в которой резко осуждали большевистский захват власти в Петрограде и свержение временного правительства. 11 ноября генерал Каледин вел в Таганроге военное положение, чем вызвал резкий протест как городской думы, так и общегородского совета рабочих и солдатских депутатов. Факт объявления военного положения без предварительного согласования с городской думой есть захват власти. В резолюции также имеется следующее заявление. Коснувшись попутно вопроса о создании высшей власти в области, одинаково авторитетной для всех частей населения, городская дума признает необходимым создание единого рычага власти из представителей как казачьего, так и остального населения области на демократических началах. Но демократическим идеям отцов города не суждено было сбыться. На прошедшей неделе футболисты Таганрогского форта провели две встречи. В Таганроге кубковый матч с армейцами из Хабаровска и в Курске матч очередного тура первенства второй лиги с местным авангардом. О том, как завершились эти встречи, я вам сегодня расскажу. В одной восьмой кубка пути регионов жребий определил соперники форта крепкого середняка первой лиги команду СКА Хабаровск. Гости сразу же владели инициативой и уже на седьмой минуте встречи армеец Рустам Сосранов простылил на дальнюю штамбу, а Дмитрий Стародуб отправил мяч в ворота Николая Москаленко. Гости повели в счете 0-1. В дальнейшем неплохие моменты для взятия ворот были и у Хабаровчан и у Таганрогцев. Но воплотить их голы соперникам не удавалось. А на 90-й минуте армеец Дмитрий Расчупкин Цепко сыграв в отборе, скинул мяч Саиду Алиеву и тот установил окончательный счет в этой встрече 0-2. Наша команда совершил самый долгий поход в своей истории по кубковой сетке, к сожалению, закончила выступление в этом турнире в одном шаге от игры с представителем премьер-лиги. Победа в этом матче давала курянам возможность закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы и практически обеспечить себе выход в золотую группу. А Таганурцам подняться на заветное шестое место и сохранить прописку в серебряной группе. В первом тайме, ближе к тому, чтобы открыть счет, были таганрожцы. Лучший бомбардир форта Дмитрий Лаврищев мог несколько раз огорчить вратаря хозяев поля. Однако наш форвард, к сожалению, был не точен при решении атак. А на 29-й минуте открыть счет нашему нападающему помешал вратарь авангарда Егор Скоробогатко. На 54-й минуте куряне провели быструю атаку. Вадим Лукьянов отбил мяч после плотного удара Имраха Набатова, но первым на добивании оказался Евгений Мухин, который и открыл счет в этой встрече. 1-0. Однако уже на 58-й минуте, получив передачу на ход от Битрия Карташова, Кирилл Корольков вошел в страфную площадь Куян и, пробив дальний угол ворот, сравнял счет. 1-1. На 60-й минуте встречи Имрах Набатов мог принести победу авангарду, но Вадим Лукьянов спас свои ворота. Ничейный счет сохранился до финального свистка. И теперь остаться в группе А наша команда сможет лишь в том случае, если в заключительном туре Ивановский текстильщик дома проиграет аутсайдеру серебряной группе Белгородскому Салюту, а Форте сможет дома победить Московскую Родину-2, уже решившую задачу выхода в золотую группу. Завершит нашу сегодняшнюю встречу прогулка по осеннему Таганрогу. А я прощаюсь с вами ровно на неделю. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова